Здравствуйте, дорогие мои! С вами я, ваша Ольга Веда. Я вас приветствую! Очень соскучилась за вами, дорогие мои. Стараюсь быть всегда рядом с вами, но бывает, когда немножечко опаздываю, потому что помогаю людям. Благодарю всех своих клиентов, всех, кто ко мне обращался. Здравствуйте! Низкий поклон вам, дай Бог, в вашей жизни исполнения желаний, здоровья, мирного неба и всего самого наилучшего. Сегодняшний расклад, милые мои, «Будем ли мы вместе?» Сейчас будет сигнификация по прошлым событиям. Вы узнаете, резонирует ли с вами расклад. Итак, «Будем ли мы вместе?» Ваши прошлые события. Ну, по прошлым событиям хочу сказать вам, что в жизнь вступил закон кармы. В вашей жизни настали перемены. Но особо как-то для вас непонятно, такие перемены вообще нужны и зачем они в вашу жизнь пришли. Потому что вы стали не в ресурсе. С одной стороны, у вас произошло знакомство с королем, с мужчиной, которым есть начинание, который тоже имеет багаж за плечами, жизненный опыт. Но, хочу сказать, вы прикладывали усилия в отношениях с ним. Знаете, обнулились, прошли определенно. Здесь есть программа рода, человек проходит свои родовые программы. Но как-то для вас это всё равно как минусует вас. Вы не чувствуете всего хорошего, что происходит в вашей жизни. Можно так сказать. Не чувствовали. Вот. Что это за мужчина, да? Сейчас посмотрим, какие у вас настоящие с ним отношения с этим мужчиной. Но он паш. То есть, либо он моложе вас, либо он инфантильный. Бывают взрослые мужчины, но они такие энергии содержат. Мало могут ответственности брать на себя. Есть какое-то общение, есть какое-то начало, есть какое-то вот надежды есть на лучшее у вас в настоящем. Ну вот, в принципе, и всё. А дальше ничего не понятно, много тумана, много неясности. Вы не знаете, как поступить. Вот. Но при том, при всём, сейчас вы в ресурсе. Так как вы прошли кармический урок определённый. И произошло знакомство, вам по судьбе было с этим мужчиной встретиться. Вот именно с таким. Который какой-то непонятный, мутный. Так. Давайте посмотрим, что он о вас думает. Ну, он вас видит королевой, принцессой. Королева не смеяна, какая-то строгая такая вот. А я такая, блин, такая, ну что ты в ней нашёл? А я такая, блин, такая, ну мой поезд ушёл. Мадам Брошкина. Ну, он как-то позиционирует всё равно, он тише воды, ниже травы. Но считает, что он ваш главный мужчина в жизни. Но он это понимает. Это его мысли, да? Ну, как будто бы он многое потерял. Вы можете быть в разделении. Хотя, в принципе, вы идёте к счастью, к тому, чтобы вы были вместе. И как-то не видит он путей, дорог вам, чтобы, может быть, помириться, стать вместе. Сожалеет, что потерял вас, что где-то был неправ. Будете ли вы вместе? Ну, знаете, он такую вот сторону принял. Странную такую. Он сейчас мечевой, холодный, режущий, как-то неприступный. Да, вы будете вместе однозначно. Шанс на то, чтобы вам быть вместе есть на долгосрочные перспективы. Но нужно здесь время, нужно подождать. Это однозначно. Вы, к своему счастью, придёте, но пройдя горы, косы горы, моря, реки и океаны. В течение какого времени возможно воссоединение? В течение шестёрки. В течение шести месяцев. В течение шести месяцев, да, возможно. Но не полное соединение, а как бы прийти к общему знаменателю, начать двигаться в одном направлении, в правильном направлении. На тот путь стать истиной, который приведёт вас друг к другу, чтобы вы смогли быть вместе. Не сейчас, но это возможно, в течение шести месяцев. Дорогие мои, вот так. Что вам хочу сказать ещё? Хочу взять вам совет. Как вам поступать? Советы на играх разума я вам сейчас буду трактовать. Те, которые приведут вас к благополучию, милые мои. Итак, впусти людей в свою жизнь. Впустите нужных людей в свою жизнь. Если вы в контрах, если вы в разделении, да, человек будет проявляться. Не занимайте такую позицию око за око, зуб за зуб. Иначе ничего не произойдёт. Впускайте. Будьте мудрее. Можно наблюдать людскую глупость. Можно смеяться над ней или чувствовать к ней сострадание. Но не надо мешать людям идти своей дорогой. Вот это такой неординарный ответ. Возможно, в это время, да, вам будут в ближайшее время какие-то ситуации заходить, люди, встречи. И вот вам совет. Как бы вы не видели людей, да, рядом с вами. Допустим, вы видите их ситуацию и знаете свою правду. Но не мешайте им идти своей дорогой. Если они ошибаются, пусть ошибаются на своих ошибках. Ну, как-то так. Вообще не всегда нужно помогать людям, если они этого не просят. Даже с советом. Люди, как музыкальные инструменты. Их звучание зависит от того, кто к ним прикасается. И для вас на самом деле именно важны эти прикосновения. По этим прикосновениям вы и поймёте, ваш это человек или нет. Если ваша память хранит эти прикосновения, значит, вы на верном пути. И мне идёт такая песня. Почувствуй прикосновение, останови сердцебиение. Моя малышка, люблю тебя я сильно, слишком. Ахмедшак, по-моему, кто-то такой поёт. Ну, в общем, вы будете вместе. Помните только сахар на дне. Кладите сахар и убирайте соль, милые мои. С вами была ваша Ольга Веда. Жду вас на личных раскладах. Узрите же, придите же. Глубокая проработка. Я вас очень люблю. Жду, целую. Пока-пока, милые мои. Субтитры сделал DimaTorzok